здравствуйте еще раз дорогие друзья ну что же заключительное best of 3 на сегодня фнатик против мибр наверное самый зрелищный матч на сегодня по крайней мере по ожиданиям так точно у нас обновленная студия аналитики по основной по-прежнему остался олег мингот-клименко и андрей анишер от кирисман к нам вновь с комметаторского моста правда сюда уже переплывает андрей как дела как камень у вас тут понимаешь одна комната на пятерых поэтому переплываешь меняться параллельно да но по сам факт что действительно матч-ап фейс и энерджи на мой взгляд был интереснее чем фнатик мибр но по факту мы получили 2-0 и опять же таки победа энерджи обусловлена тем что они были жестче подготовлены жили фезы у них там не хватило вот буквально ну вот тот же самый трейн я бы сказал что собирать должны были по моему мнению но не пошло потом на мираже дело стало иначе и давайте лучше тогда поговорим о том как фнатик мибр будут сражаться потому что тут на самом деле есть о чем поговорить вот мы с тобой еще до начала матч-апа фейс и энерджи сказали что вроде как не должно быть изи для мибр и вы вообще будете наверное за фнатик я прям вообще вот так вот то есть ты думаешь за фнатик да за фнатик у меня лапками лапки вверху фнатик ван лов что лишь скажешь я думаю что тоже фнатик потому что мибры себя очень давно показывают ну условно нестабильные по моему только в рамках одного турнира более-менее где-то так мы их увидели это был бласт опять же прошедший где-то показали борьбу да против таких полувялых астралис как бы то ни было но фнатик и сейчас боевой готовности и довольно уверена победа над команды над команды хироик показал себя также и разумеется не совсем уверенная борьба от команды бибер над коллективом грейхаунд и вот на этом у меня есть вопросы почему бибер настолько в себе не уверенно возможно это была первая карта или какие-то такие моменты но вот с на тикой будет крайне сложно позволь проведу параллель у нас есть на самом деле не один пример один из самых ярких виртуз про когда все круто доминирует а тут в момент ты где-то черепа теряешь частицу какую-то себя у тебя начинаются огромные лустрике у тебя начинается вот поражение за поражением ты начинаешь с малого отдавать какие-то безобидные турики потом где-то сливаешь за выход финал мейджора потом ты еле попадаешь в легенды потом ты не попадаешь даже ну окей на закрытой квалификации попадаешь но ты отлетаешь закрытых потом ты играешь на тир 4 туриках и все виртуз про они хотят вернуть таза это я видел да я читал это вообще на самом деле отдельная тема для дискуса потому что как по мнению это слишком серьезная тема у нас по поводу мапула ведь на самом деле фнатик убирает трейн но опять же таки карта и тех и других более чем играбельный на мой взгляд даже была бы очень актуальна в этом матчапе для для просмотра но решили отказаться мачки пускай их личное право а вот мибер убирает инферно тут наверное они скажут еще и спасибо фнатике хочу оверпас оверпас может быть но кэш должен быть в этом матчапе там и там сто процентов винрейта кто-то возьмет тем более что не вычеркивали но берется нюк фнатиками вот это очень интересно но вообще мибер не играет нюк тут все логично мибер играли на нюке там по моему вот как раз таки те самые три раза и они очень плохо показали себя но все равно шведский нюк намного сильнее чем бразильский я не помню чтобы мибер как-то жестко доминировали на нюке никогда такого не было да вот тебе оверпас и тоже винрейте как мы видим не самые яркие а кэш-то останется на десайдере да должен должен по идее или же все-таки должен хоть им три карты нет ну хотя бы кэш ну разнообразие пока я даже вот прям вот рад был бы что было бы все три карты хоть кэш посмотреть но кэша у нас не будет ты можешь демки посмотреть пока шоу но остается мираж десайдером после минуса от мибер даст 2 опять же таки решение такое своеобразное все-таки для мибер и для фнатик что кэш то даст 2 карты являются боевыми и почему они от них отказываются непонятно но мираж тут будет интересно кстати если мы до него дойдем вообще в принципе потому как нюк и оверпас мопул который и фнатики также могут закрыть 2 0 тут опять же таки и для того и другого коллектива мопул более чем играбельный вот поэтому я и говорю что как мне кажется вот с наиболее вероятной точки зрения команда фнатик здесь не то что должна она обязана что будет с ником что что с командой мибер вот как по мне самый главный вопрос не то что сегодняшнего дня вообще в принципе прошедших двух трех месяцев нет это и вопрос тебе также адресован на самом деле я уйду да ладно нет ты останешься и ответишь на вопрос как ты останешься и ответишь на вопрос как ты считаешь мибер и нюк это не совместимые вещи если мы говорим про первую карту давай мне кажется не просто до сих пор еще даже за полгода не смогли сыграться вот и все есть также вариант того что у них нет мотивации или у отдельных игроков нет мотивации потому что фолин разыгран колдзера великолепен фир красавчик насчет фэлса и таку некоторые вопросы мне кажется что на самом деле для мибра в самое время показывать себя начинать именно с победы на сиднея есть у меня опять же таки у меня изначально когда это старый состав собирали они с фаупсом и компанией казалось что действительно не взлетит вот после последних турниров и матчапов должно уже что-то появиться тем более что фнатик не такой же жесткий соперник ты хочешь нас на предикшены наталкивать конечно предикшены я вас хочу взять нюк за фнатик я думаю что даже примерно 16-8 андрей забирает нюк с борьбой ну что ж дорогие друзья уже есть есть у нас предикшена от наших замечательных аналитиков скоро мы довольно переключимся на комментаторов но а у нас у нас для вас приготовлены коэффициент от нашего партнера пари матч на первую карту дынюк сейчас я думаю они вот секунду на секунду вылезут поэтому я вот лично свое мнение выскажу что все-таки фнати как по мне более очевидные фавориты да ну это лучше все разберут наши замечательные комментаторы sleep some while сеня здравствуйте дорогие друзья как вы как оно вообще здравствуйте ребят рад работать фнатик против мибор начинается матч у нас первая карта дынюк обе команды уже готовы и остается лишь наверно пожелать удачи ну наверно мибрам потому что на нюке бразилия играла всегда не очень здорово но да наверное вообще фнатик последнее время интересные вещи показывают целом интересные камбэки так что с растением можно согласиться зато фелпс так и уже делают по плюшке в голову джейви и крымзу так что здесь ты броуна стоит в строим и питаси справляется еще с одним но тут два на пять простите неплохо неплохо так и играет внизу в окне включается пол он выходит точнее он даже не из окна а из длинного и как-то слишком много игроков команды мибор было на одном квадратном метре отличная работа от бразильского состава пистолетный раунд они ну просто налегке для себя забирают и вот они собственно коэффициенты от нашего партнера париматч фнатик 1.65 и мибор 2.15 но это наверное до пистолетки было а теперь после пистолетки которая конечно же крайне важна на нюке все немножечко может и выровняться скорее всего немного поменяется конечно возможно тут что-нибудь можно поймать ну что п-250 и у ребят есть тюкзиста точнее и без флешек без всего придется либо давить мясом либо раунд столить что-то придумывать как-то на ауф таймингах куда-то вырваться хотя я думаю что мибори будут ждать все и везде ну вероятно файлинг кстати довольно интересные вещи здесь показывает с п-250 убьет двоих человек закупиться жирно в следующем но это а в п у него выход на а в п в любом случае и мобильный быстрый пистолет со вторым армором плюс есть граната и он понимает что скорее всего соперника в блоке соответственно с этим девайсом ему будет довольно удобно прован на девятке мог только что отстрелить плюс не стал этого делать но в итоге сверху на девятке его нашел еще один соперник два у команды мибор ноль у фнатик фнатики сейчас должны вроде как покупать ну и у команды мибор конечно же тоже хороший бай это и фолинса в п и все остальные должны то ли оставаться с теми же девайсами то ли все таки покупать эмки и ауги но нюк такая карта где можно в принципе себе позволить как раз таки mp у нас mp9 от фэра 3 ауга и а в п да все так довольно приятный бай до фьюзки то есть все есть фолин кстати еще и выживал в прошлом раунде так что дополнительные гранаты даже закупил помимо по себе и питать уже зиста нашел на позиции радио соответственно так работает с рампов а4 ак-47 остается команда фнатик несколько гранат также есть фолин приходит на помощь к таку кримс пока что вообще около обратной кредитки трется со стороны это сайда даже на красный еще не зашел команда фнатик если честно пока никуда не спешит особо пытается понять где вообще находятся оппоненты твист немножко почекал понял то что тот там с рампов стреляют страшно не пойду но от кримс уже ближе к красному пока что в нычке проверяет секреты возможный выход оппонентов с секрета живи в радиорубке так все еще там живи стоит ждет у нас пока что пока вдруг кто-нибудь подожмет но команда мибор в принципе должна играть довольно аккуратно никто никуда не высовывается все играют пассивно ну и в конце концов живи попробует вычислить точку б так а саугом заметил только что выход уходит назад никого не забирает холин ловит коктейль молотова соответственно принимать рампы он не может отходят поглубже ловит флешку но команда фнатик успешно выходит уже на вилку из парни спускается вниз здесь я напоминаю находится так как который занимает не самую стандартную позицию забирает ролана но все-таки один килл наверное этого мало и команда фнатик уже на точке б 15 секунд до конца нужно ставить бомбу и ситуация тяжелая потому что реально в какой-то момент мибро могут выйти со всех сторон попытаться атаковать этот план живи ставит все-таки пакет фэлпс разваливает живи в ответ и это один против четверых да здесь с раковины сразу принимали твист на отваливается твист от колда который на вилку с рампы заходил фэлпс дефюзит бомбу пока счет 3-0 не заезжает здесь девайс на раунд для команды фнатик бомбу правда поставили но денег вообще супер впритык поэтому вряд ли это будут девайсы то есть там были бы например все калаши но банок буквально 4-5 а под днюк 4-5 гранат иметь это такая история так что не дефолтные пистолеты мы кстати видим даже на пролете здесь вторая армора вероятно то есть там денег нормально насыпало да да все так и получается чешки есть дигл есть в 250 один тоже есть молики пару штук окей с этим возможно можно работать если сквик открывать на винты прорываться быстро под смог под мэйн что нибудь такое может быть быть какая-то такая идея хотя видим что джаспер векса вообще-то никуда не спешит здесь защита плента тоже вроде в порядке колдеры вместе с товарищем совершенно спокойно девятки еще колб туда сюда бегать чтобы секрет не пропустить точнее заход на секрет так что мебры все пока чувствует готовы сейчас выходить через двери игроки конфетского коллектива накидывают банки двери плотно принимают сейчас сразу несколько игроков файлпс начинает нашивать просто двери звер забирает кримзану файлпсу не повезло фолин подтягивается на девятку щелкает двери бомба упала в вентиляцию и игроки команды фнатик выйти собственно так и не смогли накидывают теперь в ответ игроки защиты какие-то гранаты там по моему смог в дверях лег соответственно выйти будет просто неимоверно трудно правда 50 секунд можно прождать но все равно выйти на фэра который тут на будке будет трудно смог выходит игроки команды фнатик файлпс пока никого не видят догадываться должен был что в принципе такой вариант возможен но он этого не сделал итоге гзи забирает фэра бомбу подбирает игроки команды фнатик и это три на три плюс арморы есть у команды фнатик напоминаю бомба на самом деле в очень интересном месте все еще 30 секунд правда остается конечно команды фнатик был он по ходу поднимается обратно по да будет атака уже хотя вообще ситуация с б возможно была бы интересная полк наверно раскатает всех здесь да жестко сыграл только что да да согласен не совсем мы проверили идет пока что 9-0-0 вообще в принципе 9 на 0 имеется ввиду пока раздутые 9 единиц кд потому что ни разу не умер и казалось бы надо было фнатик все-таки на б идти потому что они действительно выбили вентиляции себе причем мибор кажется что даже не думали об этих винтах в принципе так что ну ладно решили уж как решили 5 калаши и команды фнатик здесь уже у них фулбай и гранаты есть надо пробовать опять три ауга команды защиты а в пау фолина снова в общем бай у команды мибор не меняются живи упал вентиляцию только что он там лежал коктейль молотова в итоге он просто-напросто потерял 90 процентов здоровья ну и конечно с таким количеством хп он вообще не может действовать то есть он должен тут спрятаться за уголком и стоять ждать пока вдруг кто-нибудь зайдет в гости но в этом плане команды бипер наверно все по стандарту скорее всего один спустится просто на рампы и там будет где-то стоять фэлпс кстати удалось уже забрать бролана фэр вот он собственно тот один который просто чекает точку б ну и ходят у нас живи компания тут живи заметил только что так а тот сразу же упал я говорил что живи хп было совсем мало и команда фнатик снова в меньшинстве но знаете ли у команды мибор неплохо пока что получается отбивать атаку то да да фернандо еще с довольно смертельного угла для себя делает свою работу при этом ему его спасает и питасио так что они здесь паре сработали так что не особый смертельный угол на самом деле спады последний 50 от команды и майбер добавить особо нечего колд идет 10 на ноль коэффициенты на тотал дорогие друзья от нашего партнера при матч с которым играют они а выигрываете вы на under 27 5 1.70 на over 27 5 2.08 в андар при матч верит здесь пока больше да и кстати тем более under 27 5 далековато жирноватый такой тотал заходил бы если бы заходил то есть очень далеко до него поэтому да пожалуй с приматчем соглашусь но смотрите на статистику у нас при этом у команды фнатик два игрока по ноль фрагом то есть там реально довольно все тяжело ну а вот статистика колдзира за последние три месяца 1 21 кд др 80 ну это колд один из лучших в мире по моему дважды он в семнадцатом мне кажется году и в шестнадцатом году он брал два года топ-1 по лучшим игрокам мира от лтв орф единственный кто наверно не проседает у команды мибор в последнее время даже он проседает хотя конечно ну если сравнивать с остальными игроками то это небо и земля снова кстати коктейль молотова вентиляцию опять живи туда упал но в этот раз потерял он не так много хелспойнтов 70 хп причем живи интересное решение играет с дробовиком при этом падал вниз думая что за ним будет погоня никто вниз не спустился в этом плане как я уже говорил у мибор ну такой общепринятый стандарт когда есть инфа что вроде как вниз кто-то мог спуститься второй игрок который играет на рампах просто уходит вниз и вот занимает вот какую-нибудь такую позицию так а в темном на б готовый ему пока что здесь достаточно комфорт на самом деле понимает что с раковин открывается дверь и будет ждать то есть уже подряд от фера так скорее всего выйдет еще примет мейн двери так что с фернандо они справляются в общем то вместе хотя тут фер вообще-то солянова как я вижу разбирает всех это уже минус 4 от него да остается последний джаспер вексел то есть так и там даже не особо нужен был тем более погиб феру может залететь есть прям вот прям щас здесь если он поймает gv gv закрывает мейн двери смотрят что на аквариуме вот фернандо о фернандо все-таки от обреза погиб живи получил немножко в лицо украл аук и по факту с учетом того то что бомба потеряна он не в позиции пассивненько бы поиграть но пассивненько он не играет отлетает от полина то есть вот это кстати интересная история хотя это джаспер вексел тут наверное вот сразу можно вопрос закрыть полностью потому что он так играет но мне кажется стоило бы засейвить что ли но он своем репертуаре это мега агрессивный игрок который никогда ничего не боится поэтому идет до конца и пытается постоянно где-то кого-то по ему просто перестрелять брола на 0 у крым за первый фраг и по три gv twist exist ну пока что огневой мощи явно не хватает хотя нюк конечно это та карта где ну тяжело знаете ли выйти просто и раскидать всех особенно за атаку потому что реально если защита отыгрывает неплохо от гранат от какого-то глубокого диффенса пользуется прострелами то действительно террам довольно трудно но команда фнатик принимает решение снова сыграть через улицу ребята играют причем под смокину заходят в ангар и тут файл просто разваливает двоих ситуация 35 уже фолин подключился минус брола но и твист живи снова ситуация 5 5 да здесь никак не выйти аутсайд кстати говоря старообрядческий от virtus pro я здесь вижу от мибров мало того что мибр собрали свой старый состав так они еще забрали все самое лучшее у других лучших когда эти самые были лучшими еще приятно видеть нет в паузе но от мибр такие же вещи здорово из два человека ангар плюс кредитка играет и один из них снайпер соответственно вот и снайпер стоит на позиции на позициях снекса соответственно когда тот играл на аутсайде то есть прям приятно реально не играет бролан у команды фнатик 017 пока что идет счет у нас на карте вообще 70 понятно что половина кт это сильная половина на карте до нюк но от фнатик пока вообще никак и чистая защита от мибр с недефолтными пистолетами дальше будут играть 2 чешки 3 дегла гранат кстати говоря есть две штуки может быть обе банки кого-то заберут но надо будет кидать обе в одного того же оппонента потому что второй армор соответственно от гранат спасают да команда фнатик пока что думает ибо игра явно идет не по тому сценарию они видимо рассчитывали на не то чтобы легкую прогулку против команды мибр на карте дынюк но ориентировались они скорее всего на то что возьмут сразу на 5-6 раундов потом конечно мибры могли бы немного ответить но это бы устроило команду фнатика пока что 7-0 все перетекает уже наверное 8-0 потому что и пистолеты в руках команды фнатик нет раскидки твиста уже потеряли и понятное дело мибр и дальше будут наверное доминировать то есть тут скорее всего счет может стать и 12-3 а то и 13-2 файл пристроечки забирает кремза где из разваливался в ответ так и поднялся на девятку видит будку и без шансов 8 раундов у команды мибр команда фнатик имея 5-6 тысяч конечно будет покупать но тут знаете ли не всегда закупка им помогает вот они мибр вообще сконцентрировано да сконцентрировано спокойно phelps также сконцентрировано тоже да добавить на самом деле здесь особо нечего ребята совершенно спокойно общаются смысла не уличить вообще нет террористы ставят вторую паузу из возможных четырех которые у них есть и наверное пауза действительно стоило бы поставить потому что пока никак а какой-то минимум на раундах пожалуй надо набирать не забывайте дорогие друзья что нашим партнером является приматч и есть приматч на любых мобильных платформах на ios под apple и на android соответственно тоже есть там самые сочные события в киберспорте так что ознакомливайтесь соответственно самостоятельно через таковые приложения пока 8 0 0 1 8 бролан 1 3 8 кримс это на самом деле ключевые игроки команды фнатик и без них будет крайне тяжело пора бы включаться ребятам как-то что-то делать хотя реально тяжело такое впечатление что мибор серьезно под взялись хотят живи первый фраг files падает fallen тем временем ловит бролан на пристройки отыгрывает возле улицы кримс пристройку пока что без флешки не стал идти откинул гранату так и тем временем поджал нас радио и в будке есть оппонент но так и его не видит потому что там лежит смог римс при этом зашел у нас в ангар команда фнатик находится на улице так атака сейчас просто-напросто всех перестреляет его никто здесь не ждет с другой стороны живи может быть сделает фраг но так а увидят скорее всего троих твист 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 сейчас может ой так а пошел в итоге назад или все-таки по улице но должен понимать не успевает уже он наверное сказал просто минута он видит но он всю инфу дает в любом случае первого застрелил видит бомбу видит кримса немножко по нему попадает конечно таком ну ладно мог сыграть получше но в любом случае так все хорошо кримс и твист два в четыре бомбу взять будет трудно да какая же тут бомба так а просто все собрал ниндзя ох ниндзя я на самом деле пошутил но многие не смотрели еще последнюю серию одного определенного сериала так что чтобы меня наша студия продакшен не побила ногами я не буду шутить на эту тему на кого сейчас был похож и питасио победитель на первую карту коэффициент от нашего партнера париматч 625 625 на фнатик на мибра 1.10 ну ладно как бы поспорить очень сложно чисто девятка за и майбр галил от гиста от виста вообще пистолет по 250 чешкой от гримза два калаша бролана живи кстати в бролана калаш ну ну окей хорошо секрет пушится командой фнатик но два в два ствола точнее ребята из команды майбр точнее фелпс вообще принимает виста брон там еще один игрок команды не буду на стрелку эмфер если я правильно запомнил ты человек а в итоге остается банок нету ни черта нету вообще куда выходить если везде враги фелпс еще и пушку оппонент увидел может быть сейчас прострелит например ну да джаз привык стал забирать 25 до хотел бы сказать новый раунд но уже прошло буквально 30 секунд и ситуация плачевная для шведского коллектива по моему всего одну паузу поставили пока что фнатик хотя наверное ситуация подсказывает что стоит снова общаться по поводу того или иного раунда пытались на этики играть и более стратёжно и открыто отталкиваться чисто от индивидуальной игры но я на игры пока что нет два ключевых игрока команды фнатик просто не показывают то насколько они могут играть ну опять же причин много это и jet lag конечно же и возможно просто не выспались но скорее всего что-то связанное с jet lag разница наверное 5-6 часов с австралией и естественно для европейских команд это не очень хорошо но для мибр тоже на самом деле хотя с мибрами если они но они не из бразили в любом случае там же поболее по моему там понятно там вообще сутки разница наверное то есть там мнение сутки что-то очень много почти сутки то я думаю что в 20 18 может быть разница именно но там на самом деле еще раз говорю мибр приехали не из бразилии то есть мибр мибр вообще можно считать уже такими бразильцами которые в бразилии находится крайне мало потому что они ездят на многих турнирах плюс тренируются в европе отдыхают возможно они как раз таки у себя дома. Фелпс опять же. Фелпс роста даун там эти двери да 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 все контролирует очень концентрированная игра действительно четыре человека остаются команды фнатик опять сквозь смоки немножко мибр постреляли на проход под секрет но фнатик как бы но в таймингах видимо хотели уже зайти для того чтобы как раз вернуться от этих пуль вот сейчас по ним эти пули не попадают смоки правда падают и вот из раздевалки да фолин похода под фесту действительно попадет из раздевалки все хорошо здесь получается у команды мибр 3 в 5 к нюку не совсем готовы если честно на аплент остатками что ли будут атаковать насколько это возможно с мп5 кстати говоря на таких расстояниях да можно стрелять но на больших расстояниях одна из самых слабых пушек потому что дэмош филов гигантский так что брон все равно так кстати забирает кримс отвечает на фера фолин правда там отвечает на брона после это шанс к зис ухты ухты это первый шанс команды фнатик ситуация два на два файл сыграет на точке а вот за дверей рядом с ним фолин ну и может быть фнатики пойдут все таки куда-нибудь на точку б тогда бы они угадали гзист под девяткой рядом с ним кримс оба зашли сейчас на хелпу но и все таки идут направлении точки б тут фолин на рампах чекает пятак видит первого в итоге дает инфу бомба выпала 15 секунд до конца кримс или уйти вниз или все таки подняться наверх он уходит вниз полин понимает этот момент спускается бомба ставится при этом и команда мибор не угадывает двери открылись кримс чекает короткий но и сейчас в тиле фореста помните рамках стар серии когда тот зарепил два хэдшота может быть что-то похожее будет кримс первый пошел фэлпс крадется и все таки фэлпс тащит этот раунд не заимил у нас кримс совсем чуть-чуть это 11-0 в пользу команды мибор на карте дынюк на карте где они ну практически не играли всю свою карьеру но на самом деле вот на мажоре вот эту историю я от мибров ждал они тренировали дынюк да они тренируют дынюк уже полгода где-то да 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 тяжело на про уровне конечно ворваться то есть например даже астралис не рисковали кэш не играли потому что реально это очень тяжело а мибор решили все-таки играть нюк и вот постепенно и даже колд говорил ну вот мы в нюке где-то там три недели назад мы в нюке более-менее уже уверены и все равно вот на предыдущих турнирах опять не получается то есть на мажор не получается на предыдущих не получается я уже немножко отошел от этой идеи то что да было и ну смысле была как бы проверенная фаза что действительно тренируют и и пока не показывают и вот на сиднее против натик мы видим дынюк и очень концентрированные ребята то есть они не расслаблены это видно что тяжеловато держать фокус но держат то есть не расслабляются это работает 1 1 11 убрала на там по фраг стату у всех естественно минусовой команды фнатик опять же один из раундов взятые на защите это уже достаточно это хорошо амибр возможно еще и не закончили даже нашивает у нас осталось пока что будочку все так же пытается не дать пройти живи в эту область фнатики решили после таймаута видимо раскинуть а плент там нас гиста показывали в перерыве он смотрел на живи и как-то с позиции капитана тактического лидера хотел до него что-то донести мол чувак хватит умирать дверях давай поживи хотя бы чуть-чуть и мы потом в пятером сделаем живи поживи хэштег дорогие друзья в чат ну вот он выход возможно получится колдзира правда уже забирает гиста живи за вентиляции так разваливает и сам минус бродом погибает все-таки фоллин выход из будки колдзира наказывает живи в конце концов колд точнее кримс остается один против троих кримс ползет у нас по пристройке чека и двери со всех сторон и вентиляция и будка и сверху на девятке 12-0 пользу мибор будет ли это 15-0 друзья ставьте плюсики в чат кстати по статистике 1 12 у брона террористы ставят последнюю паузу то есть на вторую половину паузы совсем не остается и на экране вы частично сейчас видели фернандо альваренко который просто спокойно делает свою работу на карте дынюк и вот они грустненькие достаточно лица из команды фнатик ну конечно сзади тренер немножко включается хотя бы хоть чуть-чуть подсказать бы да ну что вот небольшая история кстати говоря от продакшена конкретно на esl что с этой пятеркой фнатик выигрывали 39 из 66 соответственно карт на ланах то есть не очень много как мы видим получается не очень много но около половинки ладно посмотрим дальше в таком случае четыре чешки и по 250 и от гзиста в данном раунде то есть потенциально снатик даже если что-то пушит то против сильных девайсов наверно будет очень тяжело выиграть молик ну снова раунд без шансов фнатики делали экономически с первыми арморами выходят чисто на стрельбу там накидали каких-то гранат немножко там совсем если они были вообще но мибор слишком сконцентрированы а плен принимается железобетонно бролан остается один против четверых выходит с эзэшкой чекает сейчас двери проверяет радио полен моментально бролан отстреливает 13-0 мибор против натик два раунда остается до конца и и это друзья конечно печально жестко но самое-то главное дорогие друзья не забывайте что нашим партнером этой трансляции является париматч играют они выигрываете вы выигрывают мибор фнатик не выигрывают а кафта на первую карту был один их семь по моему на фнатик два на команду мибор да да кстати все поменялось такое реально еды были явным фаворитом ну понятное дело что все может поменяться во второй половине но от камбэчить даже счета 13-2 на нюке будет довольно проблематично хотя знать возможно исправиться джей прошел так а тот загулял у нас на рампах файр остается в ангаре по нему по моему информации пока что еще не и как они пушит ангар то есть они прямо чекают все смотрит аж в два лица на этот ангар пусть на памятный но в итоге ангар по ангар сделал свой минус бомба выпала и выбивает кремза минус бролан остается твисты джи и снова преимущество утрачено то есть даже 4 в 5 команда мибор просто на изи может брать три человека развалило точнее вообще три человека на аутсайде у команды фнатик моментально просто выпали бам-бам-бам все фернандо делает два килла причем 2 достаточно неудобные получают жбан сейчас от виста но этого недостаточно один в четыре бомбы не на руках и собственно габриэль толеда делает последний килл по игроку команды фнатик 14-0 однако здравствуйте как ваше ничего у команды фнатик их ничего ничего да пятнадцатый раунд нужно сейчас брать ребяткам и просто уносить фнатиков по моему счета 15-0 или 16-0 брак этого чемпионата еще не было скорее всего первая такая ситуация ну что два калила два калаша юмп на последний раунд первую половину команды фнатик сейчас прям как про атакуют на плент например сплит стандартный через будку не особо возможно через будку крымс уже пал смертью храбрых на аутсайде колд его забрал но на плент а пытаются здесь врываться броулан с юмпом на дотекании колд на девятка пока что забирается его пытаются не зонит но он уже на девятке кстати так что после вкида молика в него можно даже запушить еще даже в паре а какому это молика вообще нет джейве падает от фернадо значит надо пушить но и пушит вдвоем в паре разрывает лица так и справляется с оппонентом брон последний с юмпом правда бомба поставлена пытается брон справиться с оппонентом все-таки добивает фера ух ай-яй-яй ну брон это антигерой команды фнатик у него слишком мало фрагов но я подумал может быть в конце он просто засияет и такой пацаны я был на дне но я возьму для вас хотя бы один раунд он этого не сделал таки 2 на 15 статистика бронда кримс на самом деле недалеко ушел у него три фрага но все остальные там набрали чуть чуть больше да фнатики конечно обескуражены по их лицам ну кстати по их лицам я не знаю что можно сказать только что показали ну попивали водичку так не знаю расстроены не расстроены но в любом случае это best of 3 серия плюс наверное не из таких мест они выкарабкивались но это просто надо справиться с реальностью то есть там не то что по лицам что-то сказать они такие сейчас до них еще доходит в течение двух с половиной минут сейчас дойдет а что-то как бы пацаны мы 15-0 лет летать это не очень здорово ну да может быть они еще действительно не смогли понять что так все плохо но все началось как раз из пистолетки которые вы видите у вас на экранах то есть очень уверенно игра от команды мибор классно стреляли причем вообще никто не проседал в этот раз если мы привыкли в последнее время видеть мибор которые проигрывают причем много проигрывают и действительно там то так а то фер где-то сыграть не очень хорошо то фолин далеко не лучшим снайпером выступит то здесь как бы все гармонично мибор а как будто в лучшие свои годы просто собрались за диффанс не особо знакомой для себя карте да и в итоге затащили еще опять же повторюсь напомню даже да что некоторые идеи например других коллективов показывают то есть помимо своих то есть хватает еще вот сил скажем так и процессора да в головах для того чтобы это реализовывать причем реализовывать действительно хорошо то есть по ходу и правда натренировали какие-то вещи довели до автоматизма какие-то вещи есть принципе в арсенале они их используют эти тактики и наработки это интересно фанатик ожидал явно большей борьбы на этой карте уж точно не знаю большой вот это большое удивление честно не знаю теперь главный вопрос для всех нас самое интересное естественно на таких картах справится ли мибор со второй пистолеткой чтобы вот красиво прям элегантно поставить вишенку на торте вот этом и закрыть до нюк 16-0 это было достаточно забавно пожалуй ну не знаю о чем сейчас команде фнатик нужно думать пить водичку они все пьют да кстати повтор что это показывает точно такой же такой же кадр вот прошло просто они просто не могут это же самое делают это просто две с половиной минуты прошло вот как раз они должны справиться с реальностью но пока еще не справились поэтому да и они не могут на самом деле по кругу да пока не получится неожиданная денюк дорогие друзья тут как-то не заходит ушкетского коллектива причем реально же показывали камбэки недавно черт возьми там надо трейнг прям бам-бам-бам вот это все очень классные все серьезно на одной из половин чего там 8 раундов подряд или 7 раундов подряд сразу же брали серии и казалось бы против мибор так который у которых не очень здорово как ксения добавила там еще фелпс обычно не особо в клачах играет а то есть проигрывает он прямо ему тяжело он нервничает один на два один на три сложно даже три на два ему сложно да он там отлетает например подводит своих товарищей товарищи тоже отлетает допустим три на два но не в этот раз и что-то как-то все сконцентрированы и тут даже не подойти ничего не сказать про команду мибор плохого и так или 16-0 или все-таки команда фнатик сумеет побороться ну для второй карты это конечно важно потому что одно дело ты отлетел 16-0 и потом на второй пока собрался но в итоге не собрался или все-таки ты уже на первой начал собираться несмотря ни на что проиграл ее но все равно скажем так ты сможешь себя реализовать уже на следующем пике броун кстати смотри на рампах у которого по стольбе то не то чтобы у него выход пойдет да и наверное рампы через радио будут жать вот это вот интересная история потому что может все сойтись на счет 16-0 здесь правда был на подмоге но отошел пока что на время и он уже уходит назад выход на рампы фолин при этом забирает уже живи команда мибор при этом вниз не уходит парни по-моему прожимают хелпу будут возможно залазить на девятку тут нас гзис два игрока залезла три игрока залезла в итоге как же все складывается круто из-за этого смока гзис всех пропустил но почему-то они не контролят этот смог а надо было бы этим заниматься в итоге так остается один на один против бролана и вот сейчас его возможно звездный момент сумеет справиться со своей нервозностью бролан тащи мужик ну тащи ну надо ну сейчас уже но просто на вариантов нету ух сейчас прям светская мощь 49 секунд на самом деле до конца так еще может разыграть эту ситуацию не знаю идти в будку попытаться выйти на рампы но так и принимает решение сыграть агрессивно и все-таки бролан ставит хэдшот это первый фраг первый раунд для команды фнатик но тут уже к так а вопросы может быть стоило сыграть немножко ну не так прямо линейно он просто пушил своего соперника в итоге поплатился за это но фнатики уже заулыбались они все-таки не проигрывают первую карту 16-0 но бразильцы такие ух сконцентрированные да да ну экран конечно же от команды my bear камбэк допы все смотрим какие проблемы так без гранат соответственно мебры продолжают дальше так что можно либо опять же солить раунд либо мясом наваливаться через то стандартные спиты какие-нибудь на бена посмотрим джейви закрывает имейн пока что фернандо уже на живи живи просто выходит фернандо по ходу слышал потому что надо как я понимаю нашимел два шага буквально сделал видимо живи этого хватило и забрал оппонента резко быстро а тень возможно увидел да 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 видит еще один да 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 не услышал тень скорее всего так что джейви готов и вольно заберет он должен быть в курсе о том что там есть оппоненты еще видит оппонент но все таки в два лица здесь принимает живи снова падает на самом деле вот там набрал не акцентируя внимание а живи хоть и делает фраги но очень часто и много погибает а как за атаку так и за кт и в пистолетке первый погиб и сейчас первый погиб и соответственно это все негативно сказывается на счете фнатик 15-2 пока что проигрывает у нас хороший бай от команды мибр каждый раунд он за последний на этой карте нужно 13 подряд сейчас брать шведам ну и буквально один команде мибр ну и пока что все идет к тому что рано или поздно бразильцы этот раунд возьмут да ну в основном так и происходит в большей части за фраги он взял из гэшку посмотрим насколько он любит ван тапать с криком поиграет и правда колд посмотрим джейви а умрет живи наверно нет ну-ка что-то как-то он занимает сейчас гараж его тут не ожидает увидеть так а джейви сделал первый фраг откинул коктейль молотова под себя забрал моментально фара и теперь уходит назад и команда мибр в этом плане не смогла ничего сделать но вот немножко не хватило я говорил все мибр концентрированы сконцентрированы а в итоге не хватило как раз таки нужно было просто ну любой про игрок он понимает что такой расклад возможен колд как же быстро находят веста да неплохая стальба от колда ну что в меньшинстве команда мибр три человека бомба правда на руках это позволяет быть довольно мобильными и все-таки реализовывать остаточные идеи ежели они у них есть а судя по тому как наиграли как минимум защиту с дополнительными идеями которые я например вообще от них бы не ожидал ни разу хотя бы хоть дефолты да какие-нибудь получились но тут оказывается все серьезней так что мебров и на атаке предполагаю есть что-то интересное даже при условии что их трое правда с гранатами беда две флешки осталось это все выходить очень сложно по две флешки никого молеком не отзонить в общем тяжко ага решили подождать оппонентов если оппоненты будут выходить оппоненты стоит статично выходить не ну выходить не надо 4 на 3 все-таки можно перекрыть позиции стоять ждать на девятке есть игрок атаки при этом через пристройку будет заходить фэлпс вместе с фоллином колд будет заходить через верх и все-таки падают падает фоллин падает колд фэлпс красный 15 секунд до конца возможно попытается засейвить свой автомат калашникова но живи уже вышел на улицу и он с легкостью его перестреливает 15 3 общий счет скорее всего мы сейчас увидим экономически с пистолетами и арморами команды мибор но фнатики могут взять еще как минимум один раунд ну что ж посмотрим дорогие друзья я напоминаю что главным партнером трансляции является пари матч играют они выигрывайте вы и фнатик сейчас камбэк до 15 этого раунда на изи в общем да там наверно коэффициент вообще шаль носить да кстати не знаю десятка это больше 12 сколько там можно залепить не но я лично в даже нюк защита чё-то во фнатик вообще не верю то есть мне кажется рано или поздно не отдадут этот раунд то есть еще со счета 13 там 3 может быть на 15 3 чтобы фнатик взяли 12 когда бролан закончил с одним фрагом крим с тремя мне кажется это не мы верно но брон в итоге на 3 15 вышел конечно но радости вроде особо не делать секрет пушат ребята из команды и мобиар но таков почку получает отлетает вот я джаспер вексела брон в опорной позиции кстати с криком между прочим в опорной позиции под лестнице очень приятно с него здесь будет стрелять ток не спреить отвратительный спрей этого девайса тапать бёрстить да вот так потихонечку по 3 патрона по 5 брону правда выгоняют на аквариум так что отойдет пропушит еще немножко дальше ребята из команды мибор но опять же с гранатами все еще беда бомбу можно под смог поставить да но jv не проходит один не проходит второй проходит кстати феру убивает jv колд зира пока что он играет вентиляции ждет пока его тиммейты попробует выйти через длинный скорее всего откидывается флешка парни проверяет сейчас всевозможные углы но тут два игрока защиты снизу правда дверь открывается и смог хотя там по моему есть просвет для снайпера не знаю твист увидят не увидят чекается аквариум выход от атаки тем временем брон все-таки наказывает фера играет он над смоком моментально колд просто будучи красным его разносит чекает вилочку но все-таки твист был к этому готов колд падает полин подбирает м-ку остается 1-3 и погибает 15-4 в пользу команды мибор но еще один бай раунд стоит ожидать да подождем пока мибры немножко после первой половины и слиты пистолетки чуть-чуть в каком смысле подрасслабились наверное но было видно по лицам насколько были сконцентрированы именно на первой половине то есть они вероятно все-таки доиграют эту карту своей победы ну опять же предположительно но вот первая половина дала очень сильно как бы не то что по нервам а по концентрации то есть настолько вот держать концентрацию настолько сильно на карте с которой вы действительно только тренируете по факту все еще пытаетесь в проплее показывать так что фнатик наверное еще пару раундов может быть возьмут до семерки какой-нибудь своей просто вряд ли больше конечно живи готов ли на врыв из-под сквика команды мибор колд подсел в будку игроки команды мибор ждут видимо пока пройдут смоки и начнут просто старую добрую раскидку но кстати тактика которая не факт что сработает но флешки хорошие мибор знает моментально сносит игрока на пленте горит кримс в конце концов gv остается один за вентиляцией фелбс его наказывает ну и раскидочка все-таки сыграла злую шутку с командой фнатик уж слишком она была хороша нам показали абсолютно всех игроков команды фнатик которые стояли на приеме одному флеш в лицо другому коктейль молотова и gv по сути был единственный кто мог что-то сделать но этот не попал видимо в панике 16 4 счет на первой карте напоминаем что это best of 3 встреча ну и фнатик конечно пока что показали что не готовы они в рамках боя 3 бороться или миборы готовы на нюке неплохо отыгрывать или миборы наконец-то набрали то есть если честно у нас я всегда говорил что мибор даже в прошлом американском составе полуамериканском составе в конце концов набрали какую-то форму и стали там топ-4 или топ-5 рейтинга за прошлый год поэтому тут возможно то же самое поменяли состав начали плохо но из-за того что они очень много играют очень много тренируется плюс путешествует по всему миру играет на многих чемпионатах они все-таки потихонечку набирают какую-то оптимальную форму это правда очень много скрим сессии ну то есть праков если по-русски у ребят из команды мибор по последней информации инсайда инсайдерской так что так что аналитика что тут на нюкета вообще такое с фнатик произошло ту изи фами бриз я не знаю как мне кажется команда фнатик вообще была бескуражена самого начала с пистолетного раунда и потом дальше то и все да не я на самом деле чего оправдываться мы проиграли проиграли зачем мне оправдываться я ведущий аналитики мое мнение авторитет но вот и ваши дорогие друзья ну что сказать честно говоря я сам не ждал такого вот прям совсем жесткого старта от мебров про нюке я так смысле я сказал что не при победе тоже так вот с борьбой должны были забирать карту нюк но по факту фнатики вообще не показали ничего в первой половине это не знаю то ли действительно как наши комментарии отмечали джетлаг то ли еще что то но хотя это уже второй игровой день и по факту эти джетлаги уже должны были сойти на нет плюс к тому же если бы фнатики плохо себя чувствовали то они бы не выиграли свои первые встречи так что они бы оказались нижней сетки а мы с вами смотрим верхнюю насколько я полагаю правильно поэтому я не понимаю в чем смысл говорить что этот джетлаг просто у ребят реально не пошел нюк особенно есть некоторые люди которые считают что мебр как раз таки не играют нюк хотя они тренируют его очень жестко и наш даже обсерва это подметил в перерыве я не знаю вот как вообще фнатики допикались до нюка то есть если они рассчитывали играть нюк против мебров то у них должна была быть какая-то стопроцентная атака но по сути мы от них раундов никаких жестких такие не увидели то есть мебры были готовы ко всему в принципе а значит либо они между собой играли праки либо фнатик просто не подготовились к этой карте там были по сути банальные проходы через улицу ну так это банально и все в том-то и дело и такое ощущение что фнатик решили на этом выехать не знаю как они решили порофли с картам денюк но посмотрим повторчик как это вообще все происходило ну я бы сказал что первые первые раунды просто избиение то есть ну вот как бы не пытались натики практически всегда попадали под прицель на огонь и соответственно еще чего мебры и выходили хорошее преимущество потом уже и размер до были попытки там разыграть клач и были попытки даже сделать два в два три в три разыграть но это все было тщетно и бразильцев сегодня не остановить ну и к слову не было в этом бою самого главного наверно бойца именно бролана который в общем-то был заявлен наверное одним из ключевых персонажей вообще в этом году который рассчитывал бы наверное на то что попасть в 20 наряду с зеву и другими ребятами молодыми но что-то в этом матче он не убивал у них что-то было то ли один то ли два фрага на половине а это практически ничего у тебя руках алаш сг снайперская винтовка все что угодно но как факт не было всей команды фнатик об этом идет речь то есть она хочет попасть 120 команда не может а команда не может да и вроде бы как уже говорили бы были близко раунды один в один вот сейчас но не хватало действительно моментами вот маленький так вот не хватало везения на самом деле ну то есть нюк можно и без везения выигрывать но опять же таки не было какой-то стратегической подготовки от мальчиков везде спада если вы проигрываете забирали у астровиц 9 раундов на нюке дни я к тому что если вы проигрывать в сторону в 15-0 не нужно искать каких-то это просто провал это просто провал и ты должен ты не должен застрять на этом внимание тут я просто почему застрял это внимание это был пик команды фнатик вот это был пик команды мибор я бы сказал ну окей но как бы они одного раунда на своем пике за атаку это вообще не дело то есть ну то угодно может взять раунд против мибро просто начать любимое так поглядывал во время того как шел матч там была перепалка между двумя зрителями один говорит другому что-то это ли изи для мибор на тот ему говорят что это ладно они всего лишь играть за сильную сторону счет тогда был что-то 10-0 все лишь ну что-то страна затянулась до 15-0 и потом уже по сути пистолетку могли выгодить вообще 16-0 то есть там броуну просто вот условно чуть-чуть вот тогда ему повезло скажем так ну хотя бы не встава то есть над 4 не такая же плохая встреча вышла фнатикам конечно будет обидно начинать с проигрыш на своем пике но живи 15 на 19 наверное единственный кто вообще старался в принципе на некий как-то вот задержаться и соответственно колдзира 26 на 7 но это 371 кд он подтверждает что очень жестко ставит как в общем-то и так да дорогие друзья действительно карта дынюк не получилось зрелищно и пока что матч не оправдывает свой статус как самый ожидаемый матч сегодняшнего дня визы энерджи были интереснее по факту по факту да по факту это были интереснее как мне кажется с точки зрения зрительских симпатий пока что действительно второй матч он является более классным а ну нас еще ждет карту оверпас как минимум как минимум но опять же случае если мебра закрывает и карту оверпас тогда это будет 2-0 но мы пока что уходим на небольшую музыкальную паузу скоро к вам вернемся